Всегда правильно только одно. Понять, что так действует судьба, а не руководство. Высшее руководство посмотреть. И понять также, как внутри собой решать вопросы с судьбой, не с руководством. Сначала с судьбой, а потом с руководством. Вот смотрите, первая стадия. Вы начинаете молитву, работу над собой. Вы и принимаете поведение руководства, как то, что все нормально, вот они так хотят. Это нормально, это их выбор. Я спокойно отношусь к руководству. То есть первая стадия, это не протест, не бунт. Не то, что я сейчас у вас вообще уйду или совсем согласиться, мне надо и стать зависимой, неправильно зависимой. Или мне стать независимой и плюнуть вам в лицо. Вот она сегодняшняя тема. Что делать? Надо стать сильной сначала. Чтобы быть правильно зависимой, чтобы быть лидером, надо сначала стать сильной. Означает помолиться хорошо, принять прибежище Бога, природы. Потому что когда судьба на человека действует, судьба именно, человек ломается сразу в трех направлениях. Первое направление — здоровье. Это решается с помощью природы, то есть энергии Бога. Дальше второе направление — психическое. Решается с помощью добрых людей. Сейчас мы с вами это делаем, направление восстанавливаем. И третье направление — духовное. То есть человек должен научиться принимать прибежище у Бога для того, чтобы его сердце наколено с чувством, что у него все хорошо будет и будет все хорошо. Когда в сердце появится спокойствие, то на следующем этапе вы сможете с начальством вести спокойный и добрый диалог. Этот диалог стойкий и твердый. Он направлен на то, что я хочу работать здесь, но я не смогу нести дополнительную пункцию. Если вам говорят, что не сможешь, давай, вы знаете, все-таки подумайте. Потому что я хочу остаться здесь, но не смогу нести дополнительную пункцию. Твердо отстаивайте свои права. И четко понимаете, что у судьбы есть выбор — оставить вас там или не оставить. Ну то есть если вы по-доброму себя ведете, вы спокойны. Приходит время, и начальство понимает, что вам не надо давать дополнительную пункцию. Или выгоняет вас с работы. И то, и другое хорошо, потому что это выбор судьбы уже, а не ваш. Вы сделали все, что могли. Но если вы соглашаетесь на то, что вы не можете, или вы грубитесь с начальством, это значит, что это ваши проблемы, и вы за это будете по судьбе отвечать. То есть вы пришли к экзамену в судьбе сейчас, и экзамен сдается именно так. Первая стадия — работа над собой и успокоение. Вторая стадия — добрая беседа. И третья стадия — изменение сознания у старшего. И это касается конфликта также в Беларуси. Означает, что люди в этой стране должны понять, что да, они со многом во многом не согласны со старшим. Революция — не вариант вообще, потому что после революции смена власти идет 20 лет. То есть это надо под себя человеку все сделать. И вопрос кому? Очень трудно вообще быть специалистом в управлении. А специалистом в управлении страной быть колоссально труднее. То есть быть человеком, который способен понять, как управлять страной, сейчас этому вообще никто не обучает. Этому же обучать надо. Люди не обученные говорят, я хочу быть президентом страны. Ну я, допустим, хочу быть хирургом. И что, сейчас пойду разрезать как бы живот одному человеку, это ладно, разрезать страну. Вот проблема, да? Теперь, то есть есть специалист, он что-то делает неправильно. Что делать людям? Надо показать свою твердость, твердую позицию и мирную. Можно там демонстрацию, мирно, по-доброму объяснять. Мы не согласны, мы хотим, чтобы ты правил, но по-другому. Вот это правильное решение. Все остальное приводит к ослаблению страны в целом. Вот все, что они сейчас делают, они сейчас себе родину лужат. То есть если сейчас произойдет революция, то, как он правильно говорит, все заводы будут уничтожены и так далее. То есть ослабляется страна, ослабляется вот этим поведением. Психоз никому не помогает. Ну то есть та же самая, тот же самый ответ на вопрос, что там делать. Что вам делать, то и не делать. Надо успокоиться. Пришла у страны тяжелая судьба, пришла у вас тяжелая судьба. Первое, что нужно, нужно принять судьбу. Вот, допустим, людям сейчас не нравится то, что происходит. Надо принять и доказывать, что так, как раньше не будет. Доказывать по-другому. Добрый диалог. Революция не к тому. У нас, когда в 17-м году революция произошла, 50 лет одни войны. 50 лет одни войны. Страшная, это страшная вещь. Но в Украине уже 15 лет одни одни войны. То есть нет беспокойствия. Идет будораживание вот это все. Потому что смена власти, это очень сложный процесс. Сложный, тяжелый. Тауна. Не может просто так каждый человек управлять страной. Нужно серьезное образование. Чаще всего это образование на практике. Само управление получают.